Мединвест Бородин рассказывает, его команда – это люди, которые никогда до этого не были депутатами и частью старой системы. Это обычные люди совершенно, преподаватели, учителя, есть врачи и даже один военнослужащий пограничник. Главное, о чем мы говорили всем избирателям, когда встречали, что этих людей вы можете встретить на улице легко, это может быть кто-то из ваших соседей. То есть это люди не оторванные от гражданского общества в Мариуполе. По мнению Бородина, в Мариуполе остро стоит вопрос благоустройства. Действительно, состояние плачевное, ужасное. За последние годы Мариуполь деградировал. При этом нельзя сказать, что это деградация вина одного человека, бывшего мэра. Вопрос в том, что тут работала команда наполовину подконтрольная, большая часть даже подконтрольная заводом. Максим поясняет, будучи частью исполнительной власти, представители заводов имели возможность привести город в порядок, но по каким-то причинам не сделали этого. Вместо благоустройства города они занимались популизмом. Наша задача, чтобы все их поступки, все их действия, все их немотивированные интересами жителей вопросы, которые будут подниматься и приниматься, чтобы мы их доносили до жителей. Мы готовы ногами ходить, как и во время выборов, встречаться после проведения сессии с людьми и сами им объяснять, почему наши позитивные предложения, если они не будут приняты, почему кто голосовал против них. И наоборот, когда будут непрозрачные решения по очередному распилу на зеленое насаждение или на непонятное благоустройство, у которого реального не будет, кто принимал эти решения за счет того, что поименное голосование было принято недавно в Верховной Раде. Это огромный плюс, и мы всеми руками за это. Чтобы каждый отвечал за то, что лично он делает. Юрий Хатлубей в своем интервью недавнем сказал такую фразу, что если оппозиционный блок здесь выиграет и возьмет большинство, то им будет сложно коммуницировать с центральной властью в Киеве, потому что там совсем другие партии представлены. Вы как думаете, смогут ли они наладить нормальные здоровые отношения, во-первых, с центром, и во-вторых, с Донецкой областной военно-гражданской администрацией и с губернатором? Ну, если они не смогут найти компромиссные решения, действительно, если они начнут, точнее, заниматься хозяйствованием в городе реальном, я думаю, конфликта глобального не будет. Если они попытаются, наоборот, перевести хозяйственную деятельность в политическую плоскость и пытаться качать какие-то здесь непроукраинские мотивы, вот, чего, я думаю, не будет, тогда, ну, конструктива не получится. То есть вопрос в том, что здесь вообще не должно быть на местном уровне никакой политики. Мариуполь, Украина, точка. По мнению молодого депутата, центральной власти есть, чем давить на Метинвест. Эти рычаги – вопрос экологического налога, возврата НДС, поставки энергоносителей. Точно так же, по его словам, на ОПА-блок в Горсовете сможет давить губернатор Жебривский с помощью проверок и контроля. Конечно же, имея сейчас большинство, ОПА-блок взял на себя огромную ответственность. И они могут повторить судьбу Виктора Федоровича, который в свое время тоже кричал, что нам не хватает полномочия. Когда получили все полномочия, они просто выстроили вертикаль, которая обогащала саму себя. И у нас есть такая вероятность в плане Метинвеста. И это в итоге вылится тем, что эти же мариупольцы, которые поддержали ОПА-блок, они же его и снесут. Максим, ты вот бизнесмен. Меня всегда удивляло, откуда у тебя находится время для твоей общественной деятельности. Теперь ты станешь депутатом. И как бы тот же вопрос остается. Кто будет заниматься бизнесом и как ты будешь у себя это все строить? Я являюсь частным предпринимателем. Я даже вот в момент сейчас, когда на предвыборную кампанию было потрачено время, и практически пришлось большую часть моей работы делать те ребята, с кем я работаю. Вот, я все равно платил налоги. Буду продолжать платить, пока являюсь предпринимателем. На самом деле здесь надо понимать, как дальше будут развиваться события, потому что, ну, все прекрасно понимают, что депутат не получает местного совета, не получает зарплату. Естественно, вариант просто только все переложить, все усилия на депутатскую работу и не заниматься какой-либо другой работой невозможен. Потому что, ну, все равно надо что-то кушать и надо кормить семью. И в этой ситуации, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что какие-то предложения, которые мне сейчас могут последовать, что вот, давайте идите к нам, там много вкусного, как бы, ну, это все может закончиться просто испорченной окончательной репутацией, которая зарабатывалась долгими годами. И за счет репутации именно у нас есть такая поддержка Мариупольца. То есть наша задача сейчас сделать то, чтобы максимальное количество людей с каждым разом присоединялось к чему-то новому, становилась сейчас сама частью власти, чтобы они понимали, что все зависит от них.